Красочная обложка и много иллюстраций внутри, которые наглядно рассказывают о содержании каждого номера. Кроме того, в этом детском издании юные читатели могут познакомиться с творчеством ингурских писателей, классиков и современников. Погрузиться с головой в увлекательные рассказы, а если ребенок не понимает какое-либо слово, в конце номера есть словарь с переводом с ингурского на русский язык. Вы, наверное, догадались, что речь идет о детском журнале «Сила Ад». Это издание выходит в свет уже на протяжении более чем 30 лет. «История Радуги» название журнала «На ингурском языке» начинается еще в 1974 году, когда стал вопрос о создании детского журнала «На ингурском языке». Его в настрече с первым секретарем обкома КПСС ЧССР Александром Власовым озвучили поэт Али Хашигульгов и писатель Исаак Адзоев. Но лишь через 12 лет, в 1986 году, усилиями народного писателя Саида Чехкиева, журнал был создан. В сентябре 1986 года в свет выходит первый номер детского журнала «Сила Ад». Редакция считает эту дату – днем рождения Радуги. Первый экземпляр, который ныне хранится в редакции. Просматривая его, мы можем увидеть в нем многие поздравительные телеграммы от таких именитых людей Советского Союза, как летчик-космонавт Георгий Береговой, народный артист СССР Махмуд Исамбаев, поэт Расул Гамзатов, коллектив Чечено-Ингурского театра «Кукол», член Союза писателя ЧССР и многих других. Журнал «Сила Ад» за годы своей деятельности объединил творческие усилия многих известных людей, в том числе тех, кого уже нет среди нас – Алиха Шигульгова, Магомеда Саида Плиева, Саида Чехкиева. Сегодня вместе с классическими произведениями мы можем познакомиться и с творчеством молодых и уже состоявшихся литераторов, таких как Нурдин Кадзоев, Заред Ахилькова, Лида Евкурова, Хадижет Арсханова, Мака Наурузова, Мака Дударова, Зайна Павлогачьева, Фатима Аздоева, Марит Картоева. А над каждым номером трудятся талантливые журналисты, писатели, знатоки ингурского языка – Султан Мережков, Саля Арчаков, Роза Келикова, Батрудин Горчханов. Задача журнала – развитие литературы для детского чтения. В первую очередь нам хотелось, чтобы журнал читали ингурские дети и за пределами у нас дома, чтобы любили журнал. Он может быть интересным и тем, кто учит, осваивает ингурских взрослым даже, потому что там тексты легкие, они небольшие, они иллюстрированные, они более крупным шрифтом, чем обычно книги. Журнал для многих ингурских литераторов стал первой школой, где они смогли не только представить свои труды широкой общественности, но и получить ценные уроки от настоящих профессионалов. Первым руководителем детского журнала был известный ингурский писатель Саид Чахкиев. После его ухода долгие годы Силат возглавлял талантливый журналист Саламхан Майсиков. Он сделал многое, чтобы издание не просто читали, а его полюбили. Кроме того, он привлекал для работы в журнале и молодых писателей. Журнал «Силат» уникален во многих отношениях. Это первое и пока что единственное детское издание. Журнал публикуется на родном языке от первой до последней буквы, а на его страницах пишут не только взрослые, но и дети. В структуре журнала «Силат» присутствует детская страничка. То есть мы напечатаем произведения детей, прозу и поэзию, а также рисунки, выполненные детьми. В редакцию журнала «Силат» присылают свое творчество дети не только из разных населенных пунктов нашей республики, но и из остальных регионов России. Детям интересно бывает увидеть свою фамилию, свой рисунок, свое произведение. И мы надеемся, что это явится фактором, который заинтересует детей чаще брать в руки журнал, читать его, листать и смотреть что-то, брать оттуда что-то полезное для себя. Роза Келикова работает в журнале «Силат» с 2002 года. Сегодня она занимает должность заместителя главного редактора издания. Через нее проходит каждый материал. В каждом номере журнала присутствует произведение ингурских классиков и тех классиков, которые писали для детей. Кроме этого, в журнале присутствует обязательно произведение устного народного творчества. Это сказки, это притчи, это считалочки детские, это загадки. Также мы стараемся давать развлекательный материал, такой, как, например, скороговорки, кроссворды. В штате редакции более 40 сотрудников. Это не только творческие работники, писатели, журналисты, корректоры, редакторы, но и технический персонал, оформители, художники, верстальщики. Дукеш Гудантова работает в «Силат» уже 16-й год художником. Это ее картинки мы можем видеть на многих выпусках этого детского журнала. Выпускница Московского народного университета искусств. Она рисует с детства, вспоминает, что кисть в руки взяла еще в начальной школе. Оформляла стенгазеты, декорации, всевозможные баннеры к школьным праздникам. Любовь к искусству ей передалась от отца, который также любил рисовать. Но Дукеш признается, что если раньше она рисовала для души, то с 2003 года это стало для нее работой. И оформлять детское издание намного сложнее, чем, к примеру, рисовать пейзаж или натюрморт. Вот людям кажется, что легко для детей рисовать. Но это не так уж легко, потому что нужно рисовать понятно, чтобы детям было понятно. Мне кажется, что это, чтобы дети не забыли свой язык. Там есть и сказки. Журнал «Силат» выходит периодичностью раз в месяц, объемом до 2000 экземпляров. Каждый номер издания очень содержателен. Журнал, как правило, распространяется по школам и библиотекам. Главной задачей его является пропаганда родного языка посредством творчества ингурских писателей.